В этом видео вы узнаете заключительные 5 правил использования предлога «а» в итальянском языке, а также в самом конце я дам несколько полезных устойчивых выражений с этим предлогом, поэтому, если вам интересна эта тема, продолжайте смотреть. Друзья, всем привет! Меня зовут Нина, и на этом канале я рассказываю о своем поступлении в итальянскую магистратуру в учебном году 2021-2022, а также делюсь своими знаниями в изучении итальянского языка. Также я вас приглашаю посмотреть первые две части этого видео, где я рассказывала о первых пяти пунктах использования итальянского предлога «а» и о вторых пяти пунктах «итого 10», потому что в этой части вы узнаете заключительные 5 грамматических правил на тему предлога «а» в итальянском языке. А я надеюсь, что после просмотра всех трех частей этого видео вам станет намного понятнее использование предлога «а», поэтому желаю вам приятного просмотра. Правило номер 11. Предлог «а» используется при указании стоимости на какой-либо товар. То есть это правило вам понадобится, когда вы пойдете совершать шопинг в итальянские магазины. Например, чтобы сказать рубашки по 10 евро, по цене 10 евро по итальянским, это будет звучать как «камитче а дьечи эуро». Или же, другой пример, эти сапоги по фабричной цене. То есть не обязательно там будет стоять конкретная цифра в евро, в долларах, неважно, но также может просто стоять слово «цена» – «prezzo». Поэтому предложение эти сапоги по фабричной цене по-итальянски мы скажем «Costi stivali sono al prezzo di fabrica». Правило номер 12. Предлог «а» используется для образования конструкции, для передачи формы, структуры и принципа действия. Если вы захотите арендовать парусную лодку в Италии и отправиться в морское путешествие, то вам пригодится знание этого правила, потому что парусная лодка по-итальянски звучит как «la barca a vela». То есть «a vela» – парусная, это её форма, образ действия и структуры. Это не моторная лодка, не надувная лодка, а именно парусная. Она была изначально структурирована, придумана таким образом, да, чтобы ходить под парусом. Поэтому запоминайте «парусная лодка» – «la barca a vela». Или следующий примерчик нам понадобится на шопинге, когда мы с вами будем искать, ну, скажем, платье в клетку. Можно будет прийти в магазин и спросить у консультанта, есть ли у них платье в клетку. По-итальянски можно перевести следующим образом. Следующий пункт, предлог «a» используется после некоторых прилагательных с глаголом «essere». Например, «essere pronto» – «a fare qualcosa» – «быть готовым что-либо сделать». Например, «я готова, чтобы выйти». «Sono pronto ad uscire». Или же «вы готовы отправиться», в смысле уехать. «Siete pronti a portire». Другая конструкция на это правило звучит следующим образом. «Essere disposto a fare qualcosa» – «быть расположенным что-либо сделать». Примерчик – «он не расположен закончить этот проект». «Lui non è disposto a terminare questo progetto». Правило номер четырнадцать, предпоследнее. Предлог «a» обозначает обстоятельство места. Например, «на пальце». По-итальянски будет звучать как «al dito». Примерчик – «он носит обручальное кольцо на пальце». По-итальянски мы переведём как «lui a la fede al dito». Ещё один примерчик, тоже связанный с частью человеческого тела – это «на запястье». По-итальянски будет звучать как «al polso». И пример, который мы с вами переведём на итальянский – «у него, как всегда, красивые фирменные часы на запястье». По-итальянски можно сказать как «al polso come sempre lui ha un bel orologio firmato». Кстати, девушке, вам будет актуально узнать, как называется сумка через плечо, когда ремешок мы перекидываем через плечо. Тоже будет использоваться предлог «a». И сумка через плечо будет звучать как «la borsa a tracolla». И вот мы с вами наконец-то дошли до последнего правила употребления предлога «a» в итальянском языке, номер 15. Предлог «a» используется с названиями маленьких островов. Я вам желаю как можно скорее отправиться в отпуск на Аискию или на Капри, на Эльбу в Италию. И так как эти острова крошечные по сравнению с той же Сицилией или Сардинией, то в этом случае мы должны использовать предлог «a», а не «in», как мы будем использовать в случае больших островов. Поэтому, когда вы говорите «мне нравится ездить в отпуск на Капри», вы скажете «ми пьячи андар ин ваканса а Капри». Или же предложение «на Иския находится много термальных источников». Также будет использоваться предлог «a» перед словом «иския». А теперь поговорим о некоторых полезных устойчивых выражениях, которые также используются с предлогом «a» и которые мы, ну, очень часто используем в своей повседневной разговорной речи. Первая из них — это, конечно же, «a casa», то есть находиться дома в домашней обстановке или же идти по направлению к дому. У итальянцев такая логика, что предлог «in», «v» дословно, внутри чего-то, они используют, когда именно вот хотят подчеркнуть, что человек находится в замкнутом помещении, в закрытом ограниченном пространстве, да, поэтому можно сказать «in casa». И вот сейчас, когда был период локдауна, ну, точнее, он продолжается в Европе и по сей день, итальянцы постоянно жалуются и говорят, что, ну, невозможно больше находиться закрытыми в доме. И тогда они уже используют «in casa», «impossibile» старые, «cuse in casa», да, вот если перевести предыдущее предложение, «cuse in casa» закрытыми в доме, внутри, то есть именно подчеркнуто состояние человека нахождения в ограниченном закрытом пространстве. Во всех же остальных случаях используется словосочетание «akaza», «andare akaza», «идти домой», то есть в сторону дома, в домашнюю обстановку. Не обязательно вы прям зайдете внутрь своего дома или квартиры, но в любом случае вы будете находиться в пределах своего дома, в пространстве. Или же, когда вы просто говорите «я дома», вы также будете использовать выражение «akaza», «sono akaza», да, «essere akaza», быть, находиться дома, в домашней обстановке, если вы не хотите целенаправленно подчеркнуть нахождение внутри дома. Поэтому запоминайте «andare akaza». Или же друзья вас приглашают выйти погулять сегодня вечером, а вы говорите «no ragazzi, stasera rimango akaza». Нет, ребята, сегодня вечером я останусь дома. Опять же, будете использовать выражение «rimonere akaza» – оставаться дома. И предлог «a» будет незаменимым в тех случаях, когда вы хотите попрощаться с человеком, а также указать, возможно, когда вы в следующий раз с ним встретитесь. Поэтому выражения такие как «до завтра», «до скорого», «до послезавтра» также мы будем использовать с предлогом «a». «До завтра» звучит как «a domani», «do послезавтра» – «a dopo domani». Дальше, когда вы увидитесь с человеком буквально через, там, 15-30 минут или, там, час, то есть маленький промежуток времени, вы должны сказать «a fra poco», то есть увидимся чуть позже. «Cevediamo a fra poco» – маленький, короткий промежуток времени. Если же вы, например, увидитесь утром, а потом увидитесь, скажем, в обед, вы можете сказать «a dopo», «cevediamo a dopo», то есть «a dopo» – это более длительный промежуток времени, чем «a fra poco» или «a tra poco», так что тоже обращайте на это внимание. Если же вы с человеком прощаетесь и, ну, непонятно, когда вы с ним увидитесь, завтра или послезавтра, может быть, там, через неделю, вы должны употребить другое немножко выражение – это «a presto» – «do скорого», да, до следующей нашей встречи, до скорого «a presto». Также, если вы знаете, что с этим человеком вы увидитесь, скажем, в понедельник, также элементарно ставим предлог «a» плюс название дня недели. Получится «a lunedì». Вот такие вот 15 правил использования предлога «a» плюс небольшие устойчивые выражения с этим предлогом я для вас сегодня подготовила. Надеюсь, что вам стало немножко понятнее использование этого важного предлога в итальянском языке. Если вы вдруг захотите еще раз пересмотреть это видео, может быть, сделать какие-то пометки, то поставьте лайк, таким образом оно у вас сохранится в плейлисте, вы всегда сможете к нему вернуться, ну, и мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить выход моих новых видео. Также будем продолжать с вами темы разговорного итальянского языка и будем разбирать следующие эпизоды сериала «Эмили в Париже». Я благодарю вас за внимание. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам удачи в изучении итальянского языка и до скорых встреч в моих новых видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...